Молились женщины, одна, другая, третья, и мимо каждой проходил Христос. На все вопросы первой он ответил, и осушил глаза ее от слез. Он говорился мягко, долго, нежно, и улыбался ей, и утешал. Он ждал, когда засветится надежда, молящаяся женская душа. Вот с женщиной второй Христос стал рядом, положил ей руку на плечо, ободрил душу любящим он взглядом, когда она молилась горячо. И третья женщина склонилась низко, слова слетали тихо с уст, но к ней не подошел Спаситель близко, не вымывал ни слова Иисус. На три молитвы он дал три ответа. Для каждой женщины ответ был свой. Одной досталось много света, другой чуть меньше, а третий ничего. Господь мой, как же так? Мне непонятно. Ты на молитву третья промолчал. Любовь не может быть лицеприятной. Ты Бог любви, и ты не отвечал. Иисус открыл мне то, что тайной было. Когда молилась первая душа, я должен был умножить ее силы, чтобы она могла свой путь свешать. Должны окрепнуть крылья ее веры, чтобы взлететь могла под небеса. Мне нужно рядом быть с душой первой, с ней долго говорить, смотря в глаза. В душе второй еще нужна опора, Но вера этой женщины сильна. Достаточно ей любящего взора. Я знаю, что поймет меня она. Но иногда гнетут ее сомнения, когда услышат грозный бурый шум, и ей необходимо подкрепление. На помощь душе второй я спешу. А третье. Много лет мы с ней знакомы. Преграды никакой между нами нет, И дом ее давно моим стал домом. Она всецело доверяет мне. Душа прошла через испытание в школу. Я труд любой доверить ей готов. Я провожу ее путем тяжелым. Я с ней бываю мягок и суров. Она теперь нисколько не смучится, И в час нелегкий духом не падет. Но будет верить, верить и молиться. Ни слов, ни взгляда моего не ждет. Та третья знает, что я с ней и буду. До вечной цели доведу ее. И как бы ни было ей в жизни трудно, Она поймет молчание мое. Моя любовь превыше слов и взглядов Несет благословение она. И тот, кто стал однажды Божьим чадом, Научится мне доверять сполна. И ты доверишься мне, Сказал Спаситель, Когда я говорю и когда молчу. Аминь. Аминь. Продолжение следует...